Всем привет, меня зовут Софа, и добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я бы хотела вам показать мои работы, которые я рисовала художки, также которые я рисовала сама, вот, и показать мой, скажем так, прогресс от началки с нуля до, ну, более там, какого-то приличного уровня, которого я достигла к классу восьмому, вот. Вот, ну, насколько мне кажется, лично для меня, конечно же, я не собираюсь там конкурировать с кем-то, вот, так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь, и давайте начнём. Итак, сейчас покажу вам две работы с мастер-классом, это был 2018 год, на этот мастер-класс я ходила с моей близкой подругой Софией, вот, вот ещё с другого мастер-класса. Мы тогда были с ней в седьмом классе, ей было, по-моему, 13 лет, а мне 12, если мне не изменяет память. Мы с ней, значит, ходили туда и, помню, обсуждали, как она там понимает алгебру, хотели ещё подруг пригласить, но они, к сожалению, нам не открыли. Вот, обсуждали, как же сложно сокращать дроби, и что вот всё, седьмой класс, лажа закончилась. И это был 2018 год, но я настолько хорошо это помню, то есть, мне кажется, иногда, что это было вчера, что не прошло, даже я не знаю, дня, а получается, прошло уже два года, два года. Как же быстро летит время. Ну, в общем-то, эту картину мы рисовали, и она мне очень нравится, тем, что здесь, в принципе, и не блеклые цвета, и не яркие, то есть, такая золотая середина. Ну, и тоже люблю такие тёплые оттенки, вот, рисовали мы осенью, обсуждали, там, что-то шутили, вот, ну, и тоже вот такое вот. А следующая, это картина, которую я рисовала в классе четвёртом. Хотела я, значит, поразовать с ума на 8 марта, но не помню, дарила я ей это или нет, вот. Вот, мне раньше казалось, что она такая, в лепестках рос вся, но сейчас я поняла, что нужно было как-то по-другому телепестки рос рисовать. Следующая, это вишня, это уже первый год в художке. Также вот такие вот, сейчас скажу, отуванчики, это тоже первый год в художке. Потом идут у нас голубь. И что-то нам задавали по-английскому, нарисовать улицу, по-моему, и вот я не доделала. Нарисовала я. Следующая, тоже игруша. Хуала. Следующая, я в классе пятом рисовала. Натюрморт с журнала Табли. Здесь оливки, помидорки. Красота. Вот. Бабочка. Счастье. И мандалы, по-моему, так называются. Слоник. Слоник счастья. Мы так рисовали, но это уже ближе к классу восьмого было. То есть у меня было, ну, тринадцать лет уже вот, но ближе к четырнадцати. Это новогодняя открытка. И первый академический рисунок. А это уже мои последние работы в художке. Ну и больше, наверное, тоже уже годы, двух лет, где-то два. Год-два. Вот, потому что художку мне пришлось бросить из-за того, что решила заниматься физикой, химией. Но мне её не хватает, если честно. Наш учитель был для нас не просто учителем. Он был также нашим другом. Мы могли прийти с своими проблемами и поделиться с ним. Мы могли прийти с ним абсолютно, всем, что хочешь. И в какой-то степени я надумала, что я совершаю какую-то ошибку, когда я ухожу на физику вместо художки. Конечно, до меня это зашло не сразу. То есть я такая, типа, ну, физика, она важнее, чем искусство. Но потом прошло сколько? Года-два. Ну, то есть год. Ну, да, можно сказать, два года. Я очень сильно скучаю по всем этим часам, урокам. То есть я понимаю, насколько мне это было важно. А я, так скажем так, взорвала от сердца и заняла формулами. Но надеюсь, что когда закончится школа, это будет через год. Ну, то есть девятый класс. И, может быть, десятый, одиннадцатый. Может быть, я останусь. Может быть, нет. Всё зависит не только от меня, но и от моей мамы. Вот, в общем, когда, может быть, к семнадцати, я на это время, чтобы ходить в художку. Вот. Вот ещё. А эти две картины. Ну, не картины, а рисунки я рисовала дома. Тоже прижим классом у нас, бабушка какая-то и девушка. Там видно, что с пропорциями я накосячила, поэтому не могу сказать, что они прям обалденные. А это последние работы. Я пыталась нарисовать окушеские водопады, но я так и не доделала их. Ну, и новогодняя какая-то картинка из началки. А это, наверное, более ранний квас. Не квас даже. Может быть, садик там, где я пыталась нарисовать феечек. А теперь перейдём к моему супер-альбому. И самая, наверное, красивая работа здесь этого года. Я читала «Белое безмолвие» от Джака Лондона. И оно меня очень сильно тронуло. И я решила написать, ну, или нарисовать, когда мужчина, скажем так, воплощается со своей женой. Я уже не помню, было ли это, или это мой художественный замысл. Вот. Ну, мне почему-то захотелось изобразить любовь. И она, по-моему, была индианка там. А он был белым человеком, то есть белой расы. Ну, я получаю, что она больше африканка, он больше азиат. Ну, да ладно. Кстати, голову ему надо было здесь чуть-чуть продолжить. А то ему как-то вот так голову срезала. Ну, да ладно. Ну, это я пыталась рисовать Сюзанну. Ну, у меня не получилось. То есть у меня какая-то челюсть. Челюсть у меня подбывала, думаю, больше. А это мой типаж женщин. Мне очень нравятся девушки, которые выглядят примерно так. Какое-то детское лицо, да? Ну, просто люблю таких, как у вас, щеки, полненьких, кучерявых девушек. Вот. Больше здесь, в принципе, картина нет. Одна кусота. Ну, и вот это вот. Разве что. И на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.